Коллеги, приветствую всех на вебинарию. Меня зовут Якушин Юрий. Сегодня я вам расскажу о персональной системе записи разговоров нового поколения Crystal Gears от компании CIS. Немного поговорим о производителе. CIS расшифровывается как Crystal Innovation Solution. Это инновационная израильская компания, которая ставит для себя на первое место качество производимого продукции и обслуживание клиентов. Компания проектирует, разрабатывает и продает системы записей и мониторинга. Целью компании является внедрение на рынок полного спектра экономически эффективных продуктов с новым подходом, оперативное и качественное реагирование на задачи клиентов. О продукции. Crystal Gears, сокращенно, далее в тексте в основном будет стоять аббревиатура CG. Это программная система записи разговоров нового поколения. Влияется первой в мире системой, способной взаимодействовать с каналами в АИП-телефонии без установки дополнительного оборудования. Интерфейсных модулей или PCI-плат. Стоит отметить, что это решение доступно только для программных телефонов или в АИП-телефонов с функцией Span2PC-порт. CG работает в аналоговых цифровых и в АИП-сетях. Для того, чтобы она работала в аналоговых цифровых сетях, нужно установить программное обеспечение CG на компьютер и использовать интерфейсные модули или адаптеры. CG Box 130 для аналоговых и цифровых телефонов и CG в АИП-бокс для СИП-телефонов, которые не имеют поддержки функции Span2PC-порт. CG призвана изменить традиционный взгляд на записи и контроль вызовов. Больше не требуется больших затрат и сложной установки. Достаточно просто установить данное программное обеспечение на ноутбук или настольный ПК и начать работать. Более того, доступны все функциональные возможности традиционных систем записей, разговоров и мониторинга. При использовании системы Crystal Centralized Management, которая, к сожалению, на данный момент еще недоступна, в будущем более подробно о ней мы поговорим, можно построить географически распределенную систему записи. Почему стоит обращать внимание на Crystal Gears? Для обеспечения выполнения возросших требований качества обслуживания клиентов, эффективности работы сотрудников, контроля продаж и бизнес-аналитики систем записей и вызовов становятся все более популярным и важным инструментом в компаниях по всему миру. Они имеют одинаковое значение как для малого, среднего бизнеса, так и для транснациональных компаний и даже для фрилансеров. На данный момент традиционные решения все меньше начинают отвечать по требованиям гибкости, экономичности, простоты модернизации и централизованным управлением по задачам клиентов. Crystal Gears является наиболее прогрессивной инноваторской системой записи, из доступных сегодня на рынке. Благодаря интеграции ряда новейших технологий, CG дает возможность записывать вызовы из разных средств, таких как ВАИП, либо цифровые линии, или аналоговые каналы связи, с такой же степенью надежности, которая предлагается традиционными системами с записями. Разговоров на базе выделенного сервера. Отметим отличительные особенности продукции Crystal Gears. Это повышенная защищенность решения на базе SSL-протокола, автомизированная установка и обслуживание. Стоит отметить, что работа с программным комплексом, она очень легкая и позволяет практически в одно нажатие начать работать с оборудованием аналоговыми или цифровыми линиями. Плавный переход между сетями TDM или аналоговыми и ВАИП для экономии средств. Об этом пункте мы еще в этом фебинаре поговорим отдельно. Сейчас на нем зацикливаться не буду. CG Wipebox поддерживает трансляцию ПОЕ питания из кабеля, приходящего от коммутатора или свеча, для подключения телефона IP с функцией ПОЕ, с поддержкой ПОЕ, то есть чтобы на телефоне не использовался адаптер питания. Меньше проводов к телефону, более удобно, красиво выглядит телефон на рабочем месте. Доступен интеллектуальный поиск с 12 критериями о вызове. То есть поиск будет быстро и удобно пользоваться. Возможность супервизорам прослушивания записи разговора до его завершения. Это моментальное подключение к решению вопроса. Очень удобно в колл-центрах. Стоит отметить, что это функционал доступен в Crystal Centralized Management системе. Сценарий реконструкции, позволяющий получить запись вызова от начала до конца, не зависит от того, сколько раз был переведен вызов. Также мы этот вопрос еще затронем в этом вебинаре. Расскажу более подробнее позже о нем. И расширенное именование файлов записи позволяет самостоятельно определить формат. К сожалению, не поместилось. Можно самому указать, в каком виде будет указываться название файла. Далее. Возможность самостоятельного программы может самостоятельно определять протокол и IP-адрес телефона. IP-телефона. Это как раз упрощает интеграцию телефона в существующую сеть. Также определяемая пользователем структура каталогов. Помогает организовать прядок хранения записей и избежать рисков системных сбоев. Управление пользователем системе основано на распределении ролей. Опять же, это доступно для CCMA. Это Crystal Centralized Management. Далее буду просто говорить аббревиатуру. Управление логикой работы группы пользователей осуществляется независимо от размеров, территориальной распределенности организации и количества установленных клиентов CG. Доступно только для CCMA. Поддержка множества языков. Английский, русский в том числе. И он будет дорабатываться по замечаниям и так далее. Широкая поддержка голосовых кодеков. Это G711, 723, 729, GSM. Также широкополосный кодек G722. Сохранение записей вызовов локально или на сетевом сервере системой для централизованного мониторинга и воспроизведения. Ну, перейдем сразу к вопросу о стоимости. Crystal Gears имеет достаточно низкую стоимость для одного пользователя. К примеру, лицензия на одного пользователя стоит 119 долларов. Это рекомендованная розничная цена. При этом получаете большой спектр возможностей, которые присущи традиционным системам записи. При этом записи защищены. Шифрование самих файлов по шифрованным протоколам. Также уровень доступа есть по логин-паролю. По поводу простоты перехода. Для того, чтобы, к примеру, работать с адаптерами CG Box 130 и CG Y-Box, вам в любом случае понадобится программное решение CG. Именно на ней хранится и управляется все записи вызовов. Поэтому, если, допустим, у вас стояли аналоговые телефонные аппараты, и у вас было оборудование CG Box 130, и вы купили новые СИП-телефоны, то вам не надо, к примеру, заново покупать лицензию на CG, на программный продукт. Вам надо просто купить другой адаптер CG Y-Box, если, допустим, он... если СИП-телефон не имеет поддержку с Pan2PC порт. Ну, вы экономите в средствах. CG совместим с IP-телефонами различных производителей. Ну, самые распространенные — это Y-Link, Cisco, Avaya. Ну, практически со всеми IP-телефонами программа работает. Там широкая поддержка протоколов. Легкая установка и настройка. В программе встроено решение для того, чтобы пользователь, к примеру, который либо не имеет, либо имеет малый опыт в области IT, мог без проблем начать работать с данной программой. Вот снизу представлен скриншот из программы. То есть для того, чтобы нам начать работать, записывать вызовы, достаточно зайти в раздел «Проверка СИП-телефона», ввести внутренний номер телефона в поле «Номер», в поле «Набранный» прописать номер, куда мы совершим звонок для проверки. Поля «Протокол», «Порт» и «Сетевая карта» заполняются автоматически. По умолчанию это «СИП-протокол», «Порт 50-60». Сетевая карта обычно одна, но может быть несколько. В любом случае можно выбрать. «Порт» можно выбрать из нижеспадающего списка. «Порт» можно вручную изменить. Далее, когда мы все настройки сделали, нажимаем «Начать анализ», делаем исходящий звонок. В результатах у нас появится протокол. Программа автоматически определит IP-адрес, MAC-адрес. Нажимаем «Подтвердить», все, мы уже готовы к работе. Программа «Следующие вызовы» начнет уже записывать на локальный носитель или на сетевую папку в зависимости от настроек. Перейдем к сценариям работы. Именно разные комплекты, как они работают. Сценарий номер один. Используется аппаратный телефон с поддержкой функции «Span to PC-Port», к примеру, телефон «I-Link». В этой схеме не требуется покупки дополнительных адаптеров, дополнительных модулей, таких как, к примеру, CG-Vibox. И будет доступен полный функционал записи разговора. То есть мы подключаем в маршрутизатор, в коммутатор «Sip-телефон» от «I-Link». В порт PC к нему подключаем компьютер с установленной программой CG. Включаем на телефоне функцию «Span to PC-Port». Настраиваем его, саму программу, как на предыдущем слайде. И все. Нам, то есть, так как ничего дополнительного покупать не надо, и мы начинаем работать, записи сохранятся. Удобно просто. Далее. Сценарий номер два. Если наш телефон, SIP-телефон или IP-телефон, не поддерживает функционал «Span to PC-Port», для этого мы приобретаем модуль CG-Vibox, вставим его в разрез между коммутатором и телефоном, сам также в адаптер подключаем компьютер, и всю информацию о трафике, так скажем, или о вызове нам компьютер будет получать непосредственно с адаптера. В этом сценарии также будет доступен полный функционал записи разговора. Например, будет храниться колер ID, продолжительность вызова. Все будет храниться. Сценарий номер три. Запись вызова с аналогового телефонного аппарата. В данном сценарии будет доступен полный функционал вызова, записи разговоров. То есть колер ID, дата, все будет храниться. По поводу его подключения. CG-Vibox 130 имеет порты на лицевой стороне, которая называется Line ID, это циферка 1, который помечен. Фон также для включения телефона, там циферка 3 показана. То есть мы городскую линию подключаем в порт Line, аналоговый телефон подключаем в порт телефона, ну, фон. Компьютер подключаем через USB кабель. Для того, чтобы начать, так скажем, записывать вызовы, мы должны зайти в настройки программы CG и выбрать тип вызова аналоговый, тип записи аналоговый. Это значит, что мы работаем через аналоговый телефон. То есть никаких вызовов начнут записываться. То есть программа будет определять по подъему или по положению трубки. Трубка поднята, запись начинается, трубка положена, запись прекращается. При этом колер ID также будет храниться. Вижу вопрос в чате. Вместо адаптера можно использовать хаб. К сожалению, нет. Требуется именно специальный адаптер. Далее. Сценарий номер 4. Запись разговоров осуществляется... Запись при использовании цифрового телефона. В принципе, тут вместо цифрового телефона, на самом деле, может быть любой телефон представлен. Смысл в том, что вызов, сам базовый блок телефона, ну, тут цифровой, подключается в адаптер CG-Box, и телефонная трубка подключается в CG-Box. То есть получается, что CG-Box подключается в разрез телефона и компьютера. И стоит отметить, что в этом случае запись производится именно с телефонной трубки. И мы, получается, получаем обрезанный функционал. Вызовы не будут записываться с колер ID. То есть колер ID мы не получим. Будут храниться вызовы, но без колер ID. Наверное, одно из самых интересных решений это CG работает как одна из точек Crystal Centralized Management System. Вызовы со всех точек будут записываться и отправляться на сервер CM по защищенному протоколу PCI-Standard. Все пользователи CG и системные администраторы могут в реальном времени настраивать и выполнять мониторинг Crystal Centralized Management System через веб-интерфейс. Здесь на картинке показано, что на самом деле в качестве точек может быть использована как просто программа CG, это филиал А, так и комплект, комплекс это CG плюс CG Box 130, это вот филиал B, или вот филиал N может быть комплект из CG плюс CG в AI Box. Ну, на данный момент информации по этой системе мало, это вот общая информация по данной системе. Более подробно о вариантах комплекта, так можно сказать. Первое, это только программное обеспечение CG для программных телефонов, SIP-телефонов с функцией Span2PC порт. Никаких дополнительных адаптеров или интерфейсных модулей подключать не надо. Второй вариант, это программа CG плюс CG Box 130 для подключения к аналоговым телефонным аппаратам. Третий вариант, это программа CG плюс CG Box 130, ой, CG в AI Box. Это для подключения SIP-телефонов, которые не поддерживают функцию Span2PC. Основные характеристики программы CG. Работает программа на операционной системе Microsoft Windows XP 7.8.10. Полностью защищенное решение на основе шифрования файлов. Поддержка многих языков. Ну, об этом говорилось, еще раз скажем, что русский язык в том числе поддерживается. Простой в использовании графический интерфейс. Да, интерфейс очень простой, понятный. Будут дальше слайды, в них будут скриншоты из управляющего меню, из проигрывателя, из записи вызова. Также вот сверху представлено это вот основное окно, которое, так скажем, рабочее окно. Видно статус телефонного аппарата, статус программы, то есть сейчас свободен, вызова нету. Последний номер входящего абонента, в последнее время его, можно поменять язык, закрыть программу, свернуть программу, перейти в настройки. совместимость с любым телефоном. Это с аналоговым телефоном, это если адаптер используется, там, цифровой телефон, если другой адаптер, еще один адаптер используется, такая-то в тавтологии, извините, и СИП-телефоны. Записи хранятся на жесткий диск персонального компьютера в формате WAV или MP3. Можно выбрать в настройках программы, в каком формате более удобно хранить. Автоматическая или вручная запись сходящих вызовов, архивация и сохранение записи на жесткий диск персонального компьютера или сетевую папку. По поводу поиска. Говорилось ранее, что, в принципе, программа имеет 12 критериев поиска. Отметить стоит следующее. Это поиск по времени, поиск по длительности, вызов по заметкам, по отметке важности, по примечаниям, по имени, по колер-иде, по набранным номерам. Также вот ниже представлен скриншот из раздела «История вызовов». Еще поговорим по функционалу. Во время разговора могут быть добавлены заметки в автоматическом или вручном режиме записи. То есть можно во время разговора давать комментарии уже записываемому ему файлу для последующего анализа самого разговора. Очень удобно. Высокая степень сжатия файлов для экономии дискового пространства. Экспортирование информации о сохраненных вызовах в формате Excel. Ну, там, опять-таки, для анализа разговоров. Сохраненные разговоры можно отправлять по электронной почте в виде вложения и архивировать для дальнейшего использования. Вся информация о вызове такая, как «Дата», «Колер, Адди, Примечания». Ну, вообще, вся информация будет добавлена автоматически. Тоже считаем, что очень удобный функционал. Можно отправлять как один вызов, так и выделить несколько. Можно выгружать записанные файлы, удалять записанные файлы. Также есть возможность указать минимальное и максимальное время записи в настройках программы. По сценарию реконструкции. Очень, опять, такой важный функционал, который, я думаю, будет очень востребован. К примеру, в колл-центрах операторы совершают и получают множество вызовов каждый день. Им необходимо обрабатывать запросы клиентов относительно жалоб, консультаций, ну и тому подобное. Даже хорошо подготовленный сотрудник иногда будет сталкиваться с неразрешимыми вопросами, для решения которых потребуется обратиться за помощью к руководителю департамента. В этом случае, как правило, вызов клиента ставится на удержание, и сотрудник делает новый вызов руководству, там, начальнику, и может подключить его в конференцию. Обычно в традиционных системах разделяют такой разговор на несколько записей, которые потом трудно сгруппировать вместе для получения целого разговора. CG предоставляет сценарий реконструкции, который позволяет получить полный разговор из нескольких вызов от начала до конца, независимо от того, когда вызов был поставлен на удержание. CG помечает первый вызов, и все связаны с ними определенным цветом. На следующем слайде представлен скриншот, как это выглядит в истории записи. То есть, здесь было совершено, были сделаны две ситуации, смоделированы. То есть, было два вызова с удержанием совершено и с переадресацией. И вот, к примеру, нижний, такого бирюзового цвета, был исходящий вызов поставлен на удержание и совершен новый вызов на другого абонента. И он помечен вот таких два вызова бирюзовым. Выше есть три вызова, которые помечены таким темным-зеленым цветом. То есть, пользователь, когда заходит в истории вызов, он может сразу же визуально определить, какие вызовы относятся к друг другу. Вот вопрос задал Артем. стерео формат файлов записи и поддерживается для использования в системах речевой аналитики. Там, если я правильно помню, четыре формата записи, в том числе стерео в том числе есть. По поводу форматов, к сожалению, здесь на слайдах не будет об этом рассказано. Можете обратиться к нам на почту, мы вам вышлем скриншот или более полную информацию об этом. Коллеги, которые мне помогают в сегодняшнем вебинаре, я думаю, почту напишут. Сейчас, куда обратиться. Далее. на этом складе слайде представлено окно конфигурации, как раз таки здесь слева представлены основные разделы, справа сами настройки. К примеру, на этом слайде тип записи либо в АИП, это значит, что СИП-телефон подключается, аналоговый значит, аналоговый телефонный аппарат, с адаптером заведомо, ну, с адаптером CG Box 130 и третий это телефонная трубка, если цифровой телефон используется. Здесь, к сожалению, на слайде все настройки не поместились, но здесь представлено то, что русский язык есть, есть доступные настройки для ВАИП-телефона и так далее, посетевая карта и есть подсказки. Далее. CG имеет встроенный проигрыватель записей. он имеет следующий функционал перемотка записей вперед-назад воспроизведения, пауза, стоп, простая навигация по записям, регулировка громкости, отображение текущего и общего времени записи, циклическое воспроизведение. Ниже представлена как раз вырезка, скриншот, где показан, как это выглядит в реальном, ну, в действительности. Ну, мы уже подходим практически к концу, это своеобразный подыток, кому может подойти решение CG. Это людям, работающим индивидуально, но для которых критично записывать и хранить разговоры, на компьютере, там, к примеру, фрилансером или для домашнего использования, оператором распределенных колл-центров, работающих дома, пользователем области HTS, которым не устраивает или не предоставляет услуги записи разговора, пользователем линк Skype for Business, насколько я знаю, там достаточно дорогие решения для записи разговора. Когда требуется простой интерфейс, ну, пользователь не имеет опыта работы в области IT-области, когда требуется записывать вызовы со всех СИП-аккаунтов на телефонном аппарате, это относится к СИП-телефонам, то есть также программа записывает со всех аккаунтов на телефоне. Спасибо за внимание. Сейчас посмотрим, есть ли вопросы. Да, мы на нашем сайте ipmatic.ru в разделе программное обеспечение создали карточку с основными характеристиками оборудования, с описанием, также там есть вкладка файлы, где можно скачать саму программу, где вам доступно 30 дней реальной версии. То есть вы 30 дней без ограничения функционала можете пользоваться оборудованием и решить, подходит оно под ваши задачи или нет. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, напишите в чате.